Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Дорогие товарищи, начинаем очередное, 12-23-24 учебном году, занятие кружка любителей гегелевской диалектики. Мы с вами остановились на таких вопросах, на прошлом занятии, которые являются одними из самых непонятных, одними из самых сложных. Потому что есть, книга большая, наука лойки, да, там есть бытие, есть сущность, есть понятие. А вот самым сложным является, конечно, самым трудным для понимания является учение о сущности. Почему? Потому что оно имеет дело с тем, что он не на поверхности. Правильно? Не с тем, что вот явилось, а с тем, что, так сказать, надо искать куда-то, лезть в глубину, добывать, выяснять и так далее. Допустим, человек выглядит не очень, вроде бы прилично, а по своей сущности бандит. Бывает такое. Потом начинает, ловит их следственный комитет, начинает разбираться и долго-долго, так сказать, выясняет. И выясняется, что они отъявленные бандиты и заслуживают смертной казни. Но у нас пока она заторможена. И говорят, пусть тогда они посидят 20 лет. И у нас много сейчас преступлений, когда просто ножом пронули, убили человека. Просто, запросто, сплошь и рядом, каждый день сообщение об этом. Почему? Потому что, ну, люди, ну, мало ли, главное, что меня не убьют. А я его убью. То есть, так получилось. Хотя у нас в законодательстве смертная казнь есть. Ее пока вот не применяют. А преступники не договаривались с нашим законодательством. Ни с Думой, ни с правительством, ни с кем. А они ее применяют. А лозунг должен быть такой, что пусть смертную казнь отменяют кто? Господа преступники. Преступники отменяют. И она умирает, эта смертная казнь. Ее нету. Она не применяется. Ну вот, мы с вами в прошлый раз посвятили занятие противоречию. Это не значит, что на этом изучение противоречия заканчивается. Почему? Ну, потому что вся диалектика, вся наука логики – это наука о противоречиях, может сказать. Потому что самое вот такое простое действие, обычное движение, состоит в чем? Находиться и не находиться в этом месте. Правильно? Вот вы, допустим, сели в машину и поехали. Так вы эту точку, которую я взял. А вы в ней находитесь? В этой точке. Если вы в ней не находитесь, то вы ее не проезжаете. Правильно? А если находитесь, то тоже вроде не проезжаете. Раз вы находитесь в этой точке, вы ее не проезжаете. Вы в ней находитесь. Так находитесь или не находитесь? А вот люди просвещенные, которые здесь в очках, и седовласы. Это неплохо. Это для того, чтобы явление соответствовало сущности. Эти люди, наконец, понимают, что всякое движение состоит в том, чтобы осуществлялось противоречие и быть, и не быть. Если вы двигаетесь, то, значит, вы в этой точке находитесь, находитесь. Если вы только находитесь, вы уже не двигаетесь. Вы мертвы, представите. А если вы скажете, что я в ней не нахожусь, то что получается, что вы в ней не находитесь? А раз не находитесь, вы ее не проходите. И у вас вообще этой точки нет. То есть никак все рассыпается, никакого движения не получается. То есть движение всегда предполагает и нахождение, и не нахождение в одной и той же точке. Я вот с водителями не раз по дороге обсуждал, в такси. А что это вы, чем занимаетесь, диалектика? Я говорю, вот вы сейчас проезжаете в эту точку, вы в ней находитесь? Он говорит, нет. Ну, раз вы не находитесь, то вы ее не проезжаете, и платить я вас не буду. Слушайте, чего я буду вам платить? Вы же не проехали тут только. Нет, говорит, проезжаю. Но если вы... Так вы находитесь в ней? Говорит, нахожусь. Ну, то есть опять вы не едете, опять не буду платить. Вы же не едете, вы находитесь в ней. Он говорит, а что делать? Слушайте, я 10 лет уже работаю таксистом, и как-то я там не задумывался. Ну так, а вот люди задумывались, для этого и наука. А, ну тогда вот другое дело. То есть движение состоит в противоречии. Это, собственно говоря, демонстрация противоречия. Находиться и не находиться в этом месте. Можно по-другому поступить. Вот здесь сидят граждане. Вы сейчас живой? Живой. А? Вроде бы. Вроде бы. Он уже сомневается, во-первых. Вроде бы. Вроде бы. Ну, уже под сомнение поставил того, что он живой. Не знаю, как-то уж вы такой крен взяли. Так вы все-таки ответите мне на вопрос, так вы живой или нет? Если не живой, только вроде у нас есть вот... У нас пусть здесь живые останутся, а которые вроде... А что им делают на кружке? Не зачем тут находиться, согласитесь, правда? Требования у него правильные. Остаются только живые члены кружка. Потому что мы трупами здесь не занимаемся. Они из иного мира. А? Они из иного мира. Вот они, пускай в иного мира и идут. То есть, если я скажу, что вы не живой, это неправильно. А если я скажу, что вы живой, а живой вы изменяетесь, правильно? А что значит изменяетесь? Вы, значит, не равны ведь самому себе? Так вы, может, пойдете, поменяете паспорт? Ну вы же все не равны. Ну вы сюда пришли, вот были один человек, сейчас уже другой человек. Так? Другой? Ну вы же изменились или нет? Не, ну допустим, какой смысл проводить кружок, если люди, которые приходят на кружок, не изменяются за время кружка? Ну какой-то смысл есть? Это даже обвинение в мой адрес. Вот, говорит, вы ведете кружок, приходят люди. Одни и те же, кстати. Одни и те же. И полтора часа просидели, и с чем пришли, с тем ушли. Это уже, ну я не знаю, это такой тяжелый камень, который в адрес руководителя кружка совершенно точно попадает. Короче говоря, все живое, все движущееся, все, можно это выразить только двумя противоположными утверждениями. Двумя противоположными. И к этому надо привыкнуть. Вот, к этому надо привыкнуть, потому что на самом деле истинная картина мира только так и может быть изложена. А то, что делается по-другому, хотя там всякие хитрости есть, если вы возьмете математику высшую, там говорят, вот это, вот это бесконечность. Есть такое число бесконечностей? Нет. Нет. А если, значит, последовательность стремится к бесконечности, это значит, что всегда есть следующее число, больше, чем такое, которое вы взяли. Но нет такого числа, про сказали, вот, наконец, мы достигли бесконечности. Никогда вы ее не достигнете. Или вы вот возьмете, отрезок 0,1. 0,1. Вот имеется там бесконечно много точек. Есть теория чисел, которая занимается этим. Вот они не сходят с этой прямой, и только на этой прямой и вот такие книги пишут. Теорию чисел. У нас был декан фуфольтета, вот он занимался этим делом. Теория чисел. Ну и даже, вы знаете, есть две геометрии. Одна геометрия состоит в том... И в Клидово. Вторая из-за многочисленного. Да, да, и в Клидово. И через одну точку можно провести только одну прямую, противоположную данной. А вторая... И люди пытались, пытались доказать это как-нибудь, что это так и есть. Доказать не смогли. Что только так может быть. А взял Лобачевский, предложил вот другое. Что через одну точку можно провести сколько угодно прямых, не пересекающих данную. И невозможно этого провернуть. Хотя, раз у нас вот все, если брать космос, и взять движение планет, светил, все круглое, представьте себе большой шар. И вот на этом шаре что является прямой? Вот через эту точку, если вы проведете, это будет какая-то окружность, правильно? Ну как бы вот вы возьмете яблоко и срежете вот так. Вот этот вот срез, это будет окружность. Потом вы через эту точку вот так обрежете. Тоже так. И вот так. И наделаете их сколько угодно. Таких прямых. Но у вас они не похожи на прямые. А вы раздуваете теперь этот шар. Раздуваете, раздуваете, раздуваете. И он все меньше и меньше теперь не походит, не похож на прямую. То есть кривые эти, они все упрямляются, упрямляются, упрямляются. На самом деле, вот когда мы рисуем прямую дорогу на Земле, она что прямая? Нет. Ну допустим, с юга на север там здесь 300 километров идет. Нет. Она же вот так идет. По дуге. По дуге, а не по прямой. Или вдоль экватора мы поедем. Или поплывем. Ну так вдоль экватора вы плывете-то не по прямой. А мы прямо оттуда пойдем. Это туда-то прямо, но вот так-так-так. И никуда не сворачивай. И никуда не сворачивай. И куда? И так-то даже приплывете. То есть математика, она из этого, так сказать, выкручивается. Просто есть две геометрии. Одна геометрия и другая геометрия. Есть геометрия Лобачевского в своих местах, в некоторых случаях мы ее используем. А есть Евклидова, в других случаях мы ее используем. И все. И в математике существует очень твердое правило. И вообще в формальной логике. Что если мы пришли к противоречию, значит, то предпосылка, которую мы сформулировали, неверная. Это называется доказательство от противного. Вот надо доказать, что вы углеход. Вот я вижу, что вы в черном свитере, и тут черное, и усы черные, и борода черные. Ну, надо доказать, что вы углекоп. И я, значит, начинаю это доказывать. Доказывают, доказывают, доказывают. Если я пришел к противоречию, все, это неверно. А если я не пришел, то верно. Это так и в математике. А в диалексике, вы обратили внимание, что вот когда мы пришли в обучение о сущности, здесь ни о каком равенстве нету, чисел нету, равенства нету. Есть то, что это не то. Это совсем другое. Тождество – это то, что это чего? Различного. А есть различие. Это различие чего? Тождественного. И ничего другого нет. Поэтому, о каком разности речь идет? Поэтому такого вот, что в математике, вы нигде тут найти не можете. Совершенно. Нигде. И это означает более того, что рядом с любым утверждением вы можете поставить противоположное. И оно тоже имеет смысл. Вот такая получается тут картина. Вот поэтому вот этот раздел, который мы сейчас изучаем, а мы последняя лекция, которая вывешена, она называется «Противоречие». Мы с этим противоречием теперь не расстанемся. Мы не будем больше называть раздел никакой противоречия. Но на самом деле мы только и будем дальше изучать что? Противоречия. Только в разном виде, в разных ситуациях и так далее. И вот первое, что происходит с этими противоречиями, что они разрешаются. Вот страница 388, а тут написано «Противоречие разрешается». Вот оно, значит, каждая сторона исключает не только, раз эта сторона противоречия, исключает другую сторону, а как только другая сторона содержит в себе эту сторону, тогда и вместе с той стороной и эта сторона исключается. И, в общем, вот это исключение или исключающая рефлексия, она исключает и ту, и другую, а что в результате получается? Это надо думать, что получается в результате исключающей рефлексии. Если исключается вот это вот противоречие, то это называется «Противоречие разрешается». Оно детства никуда уже не может. Вы избавиться от противоречия не можете. Тем более, что это вот только мы не говорили, а с самого начала мы, если вы вспомните, первая противоречивая категория была какая? «Становление». 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 Выиграл товарищ Степан Степанович. То есть, на самом деле, мы с противоречиями все время имеем становление. А что, скажите, пожалуйста, за становлением что там шло? На личное бытие. Оно же на личное бытие, оно в себе имеет что? Отрицание. Значит, так это противоречие же. Оно в себе же имеет. Оно не рядом вот, где-то еще. Вот тут я, а тут моя кость. Нет, мои кости все во мне. Поэтому мое отрицание во мне. Вот, скажем, вроде бы и не хочется так сказать, но вот мой ум – это мое утверждение или мое отрицание? Отрицание. Представляешь, ум – мое отрицание. Кто я тогда? Ужас. Это отрицание ума. Ну, так получается. Потому что ум-то, это не голова же, что тут, голова. У мальца его понятна, но у него очки есть. Это видно, что человек умный. У меня тоже есть очки, но они вот там вот надо мне встать, вставать, одевать. Вот Валерий Александрович это тоже задачу решил. Вот у нас, я сразу вижу, три умных человека есть. По видимости. А с двоих, Почему двое-то? Вот за вами человек, и вот. Вас за человека не считают. Не, я просто не видел. Вот. Если не видел, то значит, нет человека. А теперь, по видимости, то он умный. Да, однозначно. Да. Ну, дальше вы можете его так подводить. Вы, по видимости, умный. А на самом деле, это, говорит, мы будем еще разбираться. То есть, на самом деле, то, что написано у Гегеля, это непривычно. Непривычно. Не в том дело, что оно такое здесь, вот заумное, а в том, что мы к этому совершенно не привыкали. Мы вот говорим о равенстве. Равенство где-нибудь видели вот тут, в этой книге, вот такая. Три книги тут. Два тома. Разница нашли где-нибудь? Нет. Ну, там только где цифра вдруг есть, два равного двух. Это да. А там же равенства нет. А что есть? Тождество. А что такое тождество? Тождество различного. Вот. Тождество различного. То есть, я вот посмотрел, ну, тождество еще, кажется, что это более мощная равенство. Тождество. Они тождественные. А что значит «тождественные»? Тождество различного. То есть этим словом «тождество» я утверждаю, что они различны. Но прежде всего я утверждаю, что они тождественные. Но тоже тождественные – это отношение двух различных. А различие? Ну, различие – тут всё ясно с ним. Различие… Ещё не написано, что противоречие. Для противоречия надо, чтобы единство было. А вот написано, есть различие, а есть тождество. Тождество есть тождество различного. А различие – это различие тождественное. И никакого другого различия, кроме как различия тождественного, нет. Вот мы здесь все люди. Это что? Тождество? Тождество. Тождество. Какие? Потому что какие мы? Какие люди? Различные люди. Но если это различные люди, различие – это отрицание вообще? Тождество. Отрицание. С одной стороны. А с другой стороны, иначе никак и не скажешь. Тождество различного. Тождество различного. Различие тождественного. Только так. Вот. Поэтому это кажется, что вот мы добрались до противоречия, и сейчас начнём заниматься противоречиями. Во-первых, мы противоречиями занимались, начиная с остановления. Что такое остановление? Беспокойное единство. Какое? Беспокойное единство бытия и ничто. Вот. Беспокойное единство бытия и ничто. А что такое, значит, бытие и ничто? Это же беспокойное единство бытия и ничто. Если это единство бытия и ничто, значит, если они едины, значит, это одно. Раз это одно, значит, это вот одно. Но раз они бытие, а другое ничто, значит, это не одно. Тут и одно, и не одно. С самого начала начинается. Нету такого раненства здесь никакого. И нигде этого раненства и не будет. И нет его в жизни. Вот я когда был школьником, у нас политехническая школа была, 366-я Московского района, и мы работали три года на заводе в течение двух дней в неделю. И я, так сказать, даже деньги получал, зарплату платили нам за эти два дня. И работали мы шесть часов немного. Но я был поражен. Я нигде раненства там не нашел. Правительства нет. То есть раненства, когда вам дают какое-то задание, я вот по специальности токаря должен был работать. Вот токаря вам скажут, вот такие границы. Сколько можно? Сколько микронов? Можно. Или в плюс, или в минус. В допуске. Вот. А все, что вы за рамками того, что допуски, все это брак. Брак. А если вы... Или вот... Я как-то выступал на Балтийском заводе, а там мне рассказали, что есть у них один рабочий, который делает вал корабля, точит. Он четыре метра. Вот эти четыре метра. Точность такая, что больше, кроме этого человека, никто не может выточить, чтобы вот эти четыре метра, и на этих четырех метрах не ушли за рамки вот тех микронов, которые дают. Потому что если это же вал, он будет крутиться с такой скоростью, и вообще огромный корабль двигается благодаря этому валу. И вот он кончает уже там четвертую часть. Раз. Мигнуло. И все. Начинает сначала. Но все равно допуск и посадка. Если это больше, значит, больше. Сколько микронов. А если меньше, вот сколько микронов. И это все очень строго ограничено. Никакого равенства в промышленности нет. Нету. Ну, как вот, машин одинаковых нет. Троллейбусов одинаковых нет. И людей тоже одинаковых нет. То есть вы скажете, что мы с вами одинаковые люди. Да такое, как вы уже сказали, люди, значит, уже сразу их два. Правильно? Значит, уже и тут нет. Мы не одинаковые люди. Но если мы не одинаковые, но люди, значит, мы люди. А раз люди, мы равны. То есть, либо так мы можем сказать, либо это. Но все равно получается равенство с неравенством, неравенство с равенством. И вот такого равенства, которое есть в математике, его нету в жизни нигде. И это не мешает применять математику. Почему? Потому что раз нет равенства того, что есть в математике, то есть то, что есть в жизни. Значит, математические формулы позволяют приближенно делать то, что доказано в математике, а точность какая нужна, такую и сделайте. До какой степени это, сколько микрон и так далее. У нас там даже курс такой был, приближенные вычисления. То есть мы приближенные делаем вычисления, вам с какой точностью надо, вам с какой, вам что делать? Вы собираетесь тумбочку поставить, вам одна точность. А если у вас будет там 10 тысяч оборотов, и у вас нет соответствующего, так сказать, точности, так у вас это все будет перестись и грохотать, и разлетится потом, и вас убьют. Ну, потому что это страшное дело. Та же моторы. Вот у меня на даче стоит два холодильника, которые без мотора. Знаете, там что, газ, значит, он расширяется, а потом он уходит. Вот они, ничего с ними не сделается, там нет ничего крутящегося. Почему-то их вот эти такие холодильники поубирали, а он самый спокойный. Я туда не приезжаю, допустим, он там стоит и ничего не просит. Так, ну вот, а что тут? Мы с вами рассмотрели противоречие, и что мы получили? Противоречие, оно имеет два момента. Равенство с собой, да? Две стороны противоречия равны и неравенство. Они же и неравны. Но это выражается категориями тождества и различия. С одной стороны, вот как бы, есть две стороны противоречия. И здесь вопрос в том, что если это две, то они не только равны, но и неравны уже. Это и так ясно. Раз, а их две. Но сторонами-то противоречия являются не вот две его стороны вот эти, не какие-то разлетевшиеся стороны, а тождество и различия. Тождество и различия – стороны противоречия. Вот, это у вас что? Тождество? Тождество. А еще что у вас? А еще оно же и различие. Вот это противоречие, поэтому является, ну, можно сказать, первый, вполне практически верно отражающая жизнь. И техническую, и практическую, и все. Потому что иначе, если вы не берете вот эти противоречия, не берете, тождество и различия у вас, это, так сказать, нежизненное получается описание. Вот, женились мужчина и женщина, прожили 10 лет, потом решили разводиться. И как они обосновали? Мы разные люди. А вы что, когда женились, думали, что вы одинаковые люди? Ну, сейчас модно и одинаковым женится. У нас такие артисты были, два наших кореша, в Финляндии. Два парня заключили брак, приехали сюда, и в МФС, и в МФС, и там поставили, все в порядке. Ну, потом дошло до каких-то более высоких, структур. Они это всыпали в МФС и расторгли их брак. Потому что это брак в работе. МФС. Потому что у нас, нет, наверное, такие не регистрируются браки. А если вы, у вас он брак, а почему его должны кто-то регистрировать? Мы можем только зарегистрировать, что он не соответствует понятию брак. А если противоречие, это то ли ссор отличного, у него есть две стороны всегда противоречия. Значит, если это две стороны одного противоречия, значит, вторая сторона предполагается, первой стороной, предполагается. А первая сторона предполагается, а вторая сторона предполагается. Значит, каждая сторона, это все противоречия. То есть, с одной стороны у меня две стороны противоречия, а с другой стороны, раз это единство и борьба противоположности, значит, у нас и эта сторона содержит в себе другую, и другая сторона содержит в себе эту, то есть, и эта сторона противоречия, и эта противоречия. Значит, у нас это противоречие, сторонами которого являются два противоречия. И никак иначе это не изобразишь. И, так сказать, вот, вроде бы люди избавляются от противоречий, особенно, вот, там, в математике, пришли к противоположности в ходе длительного-длительного доказательства, может, целую книгу может занять, и вот пришли к тому, что тут есть противоречия, это считается, это все не годится. В формальной логике оно запрещено, ну, потому что формальная логика одну сторону разрабатывает или отрабатывает, и если у вас не отработана эта сторона формальная, значит, вы не можете идеалектической логикой пользоваться, потому что вы должны не придумывать здесь противоречия, которых нет, а их вы должны вот показывать, что они есть, а если они показаны, что они есть, они будут. Вот сейчас есть аппаратура, которая координаты показывает. Вот вы едете, допустим, на такси или на машине другой с этой аппаратурой, и вам показывают координаты. Ну так это вот две точки, которые вы проезжаете. Они вот, это совсем маленькие точки, но это же разные точки. Даже вот вы остановились, вы сидите одни на первом сидении, другие на заднем сидении. Это же разные точки. И разные точки, у них разные координаты. Поэтому в данном случае, раз аппарат у вас один на автомобиле, он вот как раз дает те координаты того прибора, который прикреплен. Но это у вас, то вы сидите на другом месте. И водитель не в этом месте прикреплен, и вообще он не прикреплен. Поэтому у него тоже другие координаты. Ну это все считается, сойдет для наших практических целей, это достаточно. Поэтому в математике есть равенство, а в диалектике есть тольдество. Почему? Потому что тольдество различного. То есть никогда вы не будете, а если у вас будет равенство равного, ну это довольно глупо получается. Вот в математике это не глупо, потому что идет преобразование, формальное преобразование тех формул, которые вы вот в одной части имеете, вы переводите в другую формулу. Они вот и различные, кстати, получается, по виду различные, а по количеству, так сказать, одинаковые. Ну форма-то различная. И вот, наконец-то, если вы пришли к противоречию, все, значит, ваша предпосылка, которую вы взяли вначале, неверна. Это доказательство противного. А в диалектике, если вы не нашли противоречия, ваши рассуждения неверны. Ну как вот вы могли это говорить, допустим, о социализме без противоречий? Может быть. Если противоречия, значит, есть противоречия, связанные с движением вперед, и противоречия связанные с движением назад. Но если вдруг, значит, какие-то болваны, которые не разбираются в противоречиях, такие как Хрущев, придумали, что мы же, говорит, идем вперед к коммунизму. Вперед, только вперед. Значит, нет у нас никаких отрицательных тенденций, никакого движения назад. И вместо, хотя бы, вот, в общем-то, написано и у Маркса, в критике егорской программы, что есть неполный коммунизм и полный коммунизм. Неполный коммунизм как называется? Социализм. А полный коммунизм так и называется, полный коммунизм. А социализм можно назвать коммунизмом? Можно. Можно. Ну, это коммунизм в низшей фазе. С ративными пятнами капитализма, с отрицанием. Коммунизм с отрицанием. Вот он, противоречивый коммунизм. А что, коммунизм, который будет на высшей фазе, он будет без отрицаний, да? Как вы считаете? Нет, не будет. Он не будет без отрицания. Он тоже будет с отрицаниями. Но это отрицание связано с законами движения. Движение – это и есть воплощенное противоречие. То есть он будет все время изменяться и все время оставаться коммунизмом. Но оставаясь коммунизмом, он будет двигаться дальше. Но это не так, что вот он застыл. Все, вот, так сказать, пришли, точку обозначили и застыл. Я как раз, когда вот пошла эта теория развитого социализма, я был в командировке в Белоруссии. Покупаю газету белорусскую «Звязда». И там написано, мы вступили в этап спелого социализма. О, я так и представил. Социализм висел на веточке, как яблочко. Потом он сгнил и упал. Поспел, а потом сгнил. Если вы его не съели вовремя, так яблочки-то они сгниют и упадут. Когда они в природе гниют, то ведь не зря. Они обеспечивают питание чего? Питание вот тем новым яблоням, которые представляют собой семечки. Семечки, это же яблони. Яблони. Их там много причем в одном яблоке, да, этих семечек. А вот если так вот разрезать, не вот как его разрезать, вертикально, а горизонтально, какая фигура будет? Звезда будет пятиконечной. Пятиконечная звезда. Внутри в смысле? Ну, я говорю, вот так разрезать. Не так, а вот так. Вот мы с вами не равны. Да, да. Ну, это, наверное, не будете вы считать, что если там пятиконечная звезда, то это и означает, что, сказать, это предвестник коммунизма. Не означает. Это предвестник того, что это яблоняш. И больше ничего. Так. То есть надо, мы сейчас находимся на таком этапе нашего изучения, что мы должны расстаться с равенством. А с отдельным равенством. А мы теперь должны иметь дело с тождеством. А тождество всегда тождество различного. А различие? Различие тождественное. И ничего другого нету. Ничего другого нету, только так. Вот таким образом. И тогда у нас вот мы начинаем понимать, что такое противоречие. То есть все противоречило. Все. Нет ничего. Вот мы дошли до противоречия. И как раньше говорят, все есть бытие. Потом все есть ничто, да? Вот ничто. Вот, товарищ Туров, можете доказать, что я ничто? Ну, как у него? Вот Мальцев, он, ему ничего не стоит доказать, что я ничто. Пожалуйста. А Туров стесняется. Ну, Михаил Васильевич, ну, потому что вы есть и вас нет, значит, вы ничто. Ну, так вы первые сказали, что я есть. Какой же? У вас не получилось. Вы сказали, что я есть. Не надо. Вы запутаетесь в показаниях, товарищ Мальцев. Вы определитесь, я ничто или ничто. Я же просил вас доказать, что я ничто, а вы первое, что сделали, говорите, вы есть. Ну, а я сразу вас остановил, и все. Так и ничто тоже есть. Так и у нас на втором месте у вас ничто. А вам у вас задание какое было? Доказать, что я ничто, а вы что доказали, что я есть? Уже после того, как я есть, мне уже плевать, что вы про меня будете говорить. А вот я вот докажу, что вас нет. Хотите? Ну, давай. Вот, товарищ Мальцев, вы ничто. Я есть. А? Я есть ничто. А вы уже потом есть. Вот и все. Сначала идет ничто, а потом что? Потом ничто. Во-первых, какое вы ничто? Во-первых, вы не я. Вы не я. Во-вторых, вы не Мальцев, вы не Мордовин, вы не Туров и так далее. Во-вторых, вот тут вообще ничто у вас очень широкое. И вы не очки. А очки не вы. Отношение между вами и очками какое, что одно отрицает другое. Вы зачем их надели, это отрицание, свое отрицание себе на нос? Вы же отрицание свое надели. Очки же это не вы. Не я. Не вы. А зачем вы это повесили? Вот, поверьте, сами очки, это его очки. И видно, что это вот... А это умище у него такое. Сейчас он умище снял и уже... Забросил. И просил, и спрашивает. То есть, на самом деле, вот, это просто совершенно, если брать вот время историческое, ну, что там прошло времени от написания Гегелем до нашего момента? Еще, ну, только всего лишь был капитализм уже. А сейчас еще капитализм тоже еще во всем мире. И есть несколько социалистических стран. Там построен социализм только в Корее. То есть, это все было туда-сюда. Поэтому мы вовремя начинаем это правильно понимать. Вовремя этот. Ну, а весь социализм противоречив... Я вот там, там, эту книжку на эту тему написал, и легко очень перечислить противоречия, что, во-первых, коммунизм имеет отпечатки капитализма, а есть коммунизм с отрицанием. Это вот социализм, правильно? Это коммунизм. Это противоречие. Противоречие между чем? Между тем, что он коммунизм, и тем, что иродивыми пятнами капитализма. И, соответственно, и две тенденции. Одна к усилению коммунизма, а другая к ослаблению коммунизма. Если бы люди только вот это запомнили, они бы никогда не стали думать о том, что уже не надо поддерживать коммунистическое в социализме и бороться с антикоммунистическим в социализме. Никогда бы такое не думали. А вдруг они объявили, что борьба закончилась. Все. Сидите, потребляйте. Второе противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью. Из товарного производства вышло наше непосредственно общественное производство. Оно же непосредственно общественное для общества же, для обеспечения полного благосостояния и свободного и всестороннего развития всех членов общества. Но оно же вышло из капитализма. Значит, характер непосредственно общественный, а отпечатки его – товарность. Но не товарное производство. Товарное производство – не отпечаток. Это в переходный период было. Вот непосредственно общественное производство, государственное. А вот я отдельный крестьянин, произвожу по-прежнему. Или я капиталист. Капиталистов не всех же национализировали, не все предприятия. Вот все не национализированные предприятия, они остались капиталистическими. Капиталистические предприятия у нас самые разные были вплоть до середины 30-х годов. Вот и то после этого тоже какие-то они были. Но в основном у нас были предприятия, которые непосредственно в интересах общества все проявляют. Но если есть противоречия, значит тенденции какие? Одна тенденция к тому, чтобы вот этот интерес в обществе удовлетворялись. А другая тенденция какая? Мои интересы. Мои. Ваши думают? Нет, мои. У нас спор только в том, с чьим будет интересы. Мои или ваши. Правильно? А дальше? А дальше у нас, вот если это непосредственно общественное, а у нас бесклассовое уже общество, если коммунизм. Бесклассовое или классовое? А? Бесклассовое. 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 Социализм бесклассовое общество. Все, спокойно. А классы еще, а деление на классы преодолено? Нет. Значит противоречие между бесклассовой природой коммунизма и еще непреодоленным делением общества на классы. Две тенденции. Либо одна тенденция к преодолению классовых различий. И пока вы их не преодолели, точно так же, пока вы не преодолели эту самую товарность, пока вы не преодолели это, ни о каком полном коммунизме и речи быть не может. И никакие цифры там в 80-м году будет коммунизм полный или еще в каком. Это какой-то детский сад, детский липец и серьезные люди. И настолько народ в этом смысле безграмотен был, что не остановили этих вот паразитов и дураков, которые вы это говорили. Я как-то был в Белоруссии, вот купил газету «Звезда», а там написано, мы вступили в этап спелого социализма. Но не по месту. Я так и представил, сейчас вот как всякий спелый плод созреет, сгниет и упадет. А он созрел, сгниет и упал. Спелый социализм. Спелый по-белорусски. Ну, развитой. Развитой социализм. Это то же самое. Развитой социализм. А что, если социализм развить, что должно получиться? Полный коммунизм. Потому что это не полный коммунизм. А если его развить, будет полный. И никакой тут промежутка, никакого тут нету. Дальше поехали. У нас коммунизм, социализм – это же коммунизм. Да? Но никто не будет меня тут оспаривать, потому что мы знаем, что он коммунизм, но еще есть другая сторона. Там еще бесклассовое общество. А классы уже уничтожены? Полностью? Нет. Значит, это такой коммунизм, в котором классы еще полностью не уничтожены. А именно, между городом и деревней есть различие. Между людьми физического и умственного труда. И даже, так прямо Ленин не говорит в Великом Почининге, но обращает внимание на неравенство между мужчиной и женщиной, что одна прикована к кухне, к детской и так далее, а другой в этом смысле более свободен, другой полк. И это что? Значит, это противоречие какое? Между бесклассовой природой коммунизма и наличием классов. Тоже разрешается чем это противоречить? Тоже борьбой. Противоречие между коммунизмом и родимыми пятнами – борьбой. Противоречие между непосредственно общественным характером производства и товарностью – борьбой. Противоречие между бесклассовой природой коммунизма и еще неполностью преодоленным делением общества на классы – тоже борьбой. А я вот тогда, когда писал книгу свою, которая была издана первой, там написано «Противоречие между бесклассовым природой коммунизмом и наличием классов в его первой фазе». Это неправильная формулировка. Наличие – это тоже бытие. А вот теперь я так не говорю, и уже в других изданиях, более поздних, там написано «И еще неполностью преодоленным делением общества на классы». Чтобы как отрицание выступало. Наконец, у вас социалистическая система управления. У нас партия наша, она родная. У нас есть государственный аппарат. Это социалистическая, советская и так далее. А отрицательные явления какие есть в этой системе управления? Бюрократия. А? Бюрократия. Не бюрократия – это люди. А там не бюрократия, а бюрократизм. Вот я, может, не бюрократ, а бюрократизм у меня есть. Может такое быть? А я не бюрократ. Нет, если вы не бюрократ, у вас нет бюрократизма. Есть. Это у вас нет, если у вас нет. А у меня, вот я вот не бюрократ, а у меня бюрократизм есть. Вот как будет, вот мне, если что, у нас есть староста, он как уже, мы дойдем до соответствующего времени, Он скажет, все, привет, заканчивайте. Вот и все. И никаких разговоров. А? А бюрократизм в чем состоит? Да мне не то важно, что я делаю, но мне важно то место, на котором я сижу. И я обеими руками держусь за это место. Правильно? Вот если я советский руководитель, бюрократ, то я обеими руками. Вот вы ко мне пришли, товарищ Мальцев, что вы там все ходите, что вам надо? Короче говоря, ничем не могу вам помочь, потому что у меня обе руки заняты. Видите, нет? А если я хоревист, то как? Тут картина другая. Вот это надо поднять, и тогда я держу. А этой рукой я за это кресло, а второй рукой за другое кресло. Вы ко мне пришли, вот Туров пришел, говорит, Михаил Васильевич, надо то-то, то-то, то-то. Я говорю, Александр Владимирович, дорогой, вы же видите, я занят. Я не могу отпустить ни это, ни вот это. И все. То есть это страшная штука. Страшная. То есть нет ни одной системы управления, которая бы себе не содержала бюрократизма и карьеризма. И вот эту всю борьбу, которая есть, и на которую надо было вообще мобилизовывать. По идее партия должна мобилизовывать. А в партию просто набирали по принципу, чем больше, значит, давайте рабочих собирать безграмотных уже. Потому что политически готовых таких рабочих, которые подготовлены, которые действительно будут бороться, их, так сказать, не так, не такой процент. А при Брежневе 59,2% среди принятых были рабочие. Это значит, принимаются интеллигенты, те, которые надо, которые, где теперь, которые их попринимали-то при Брежневе? Где они? Они борются? Борются за что? За кресло. Да, свою кровную и борются. И вот, а это противоречие как разрешается? Через всеобщую борьбу всех трудящихся. Правильно? Все должны участвовать в управлении. Или, как говорил Ленин, все должны на время становиться бюрократом, в кавычках, чтобы поэтому никто не мог стать бюрократом, без кавычек. Вот, когда это все, так сказать, продумаешь, прояснишь, вроде бы это очевидно, ясно и понятно. Но этим, этого не было. А вот были ступени социализма. Вот Косолаков придумал много-много ступеней. Ты не дойдешь за ним, на колени заболел, пока дойдешь до коммунизма. Вопрос о борьбе куда-то делся. А это борьба класса или не класса? Я обнаружил, что у меня в книжке ошибка сделана между бесклассов и природой коммунизма и наличием классов. Наличие классов – это тоже позитив. А надо... И еще не полностью преодоленным делением общества на классы. Вот тогда это как отрицательное. А у меня и одна сторона как положительная, и вторая как положительная. И никто не заметил, и я не заметил. Ну, постепенно я обнаружил это. А вот в новом издании там уже... Все хорошо. И что получилось? И что социализм – это борьба. Правильно? Потому что противоречие решается чем? Борьбой. Ни чем, ни какими... Ни операциями какими-то, ни какими-то там схемами, ни системами. Они борьбой. А борьба кого? Ну, у всех, которые стоят на коммунистических позициях, с теми, которые стоят на мелкобуржуазных позициях. Почему мелкобуржуазных? Ну, нет капиталистов. Не было капиталистов при социализме. А мелкобуржуазная позиция была. А это в чем состоит она? Мелкобуржуазные что делают? Мне, так сказать, что-то получите и ладно. Я что-то вам дам, а вы мне дадите взамен. Вот и все. Чем больше я получу, тем лучше. Вот это мелкобуржуазность. Не об обществе забота, чтобы тогда все будут получать больше. И цены будут снижаться и прочее. А вот и так вам хорошо. А мне надо больше. А вы говорите, а мне надо еще больше. Потому что вы уже пожилой, а я молодой. Мне жить надо. А чего я такой буду? Тут приходит мальчик и говорит, у вас очков нет. Мне надо получать больше. И так далее. Тогда другой человек стоит, у меня есть очки. И я считаю, что мне надо больше. Короче говоря, а вы вот там, товарищ Турху, рабочим работаете? Вы же работаете. И работаете, и работаете. Значит, вот этот раздел о противоречиях, несмотря на то, что это самое главное вроде бы в книге, но на самом деле здесь просто специально посвящено делу противоречиям. На самом деле с самого начала и до самого конца этой книги все время идет речь о противоречиях. Я противоречил все время. Поэтому нету там равенства. Нигде не найдете равенства. А есть только что? Тождество. И нигде вы не найдете неравенства. Там различия. А различия – это различия тождественного. И всегда надо искать, а что тут тождественного? Вот мы разные люди. Вот все члены кружка – разные люди. Это плохо или хорошо? Во-первых, они люди, и уже хорошо. А во-вторых, они разные. Плохо, если бы это один умноженный человек, и все сидят, и все одинаковые. Если бы такое показало по телевидению, народ бы стошнил от этого кружка. Все видят, что сидят на кружке. Правда, у нас как-то не показывают зрители, Степан Степанович, у нас показывают только руководители кружка. Но у нас тут есть разные люди. Вот такая картина. Значит, противоречие разрешается. А что значит разрешается? Ну, то есть, они вступают в борьбу друг с другом, и получается какой-нибудь результат. А какой результат получается на практике? Ну, какой-то получается. Разрешенного противоречия. А какой раз разрешенного? Вот можно... Тут все это написано. Я постараюсь это кратко изложить. Раз мы имеем дело с противоречием, то это противоречие имеет две стороны. Одну и вторую. Одна в другую переходит, другая переходит в эту, и есть и то же, то и различие. А раз есть и то же, то и различие, то каждая сторона, она же в единстве с другой стороной. Правильно? А раз она в единстве с другой стороной, то одна сторона содержит в себе другую, а другая содержит в себе первой. То есть, у вас два противоречия. Правильно? Ну, было две стороны одного противоречия, но каждая сторона противоречия содержит в себе. Она же не отрывна второй стороны. Значит, каждая сторона содержит в себе другую. Значит, у нас две, два противоречия. Одно противоречие уже представит как два. А раз оно представит как два, а поскольку ничем не отличаются стороны этих противоречий, только они поворотом отличаются, то это одно противоречие, одно и это же противоречие может быть представлено как борьба двух этих противоречивых. противоречивых. И они смыкаются. Вот это, значит, противоречие разрешается. Разрешается. Во что-то оно единое. Раз это все единое, во что-то единое, но разрешается. А это единое, во что оно разрешится, оно будет противоречиво? Конечно, будет. Противоречивых ландо денутся? Никогда они уже не денутся. Сколько бы мы это ни изучали, сколько бы мы там ни читали, только не будет написано противоречие, но все равно о нем будет речь. И поэтому первое, во что у нас была единственная борьба противоположностей, потому что каждая сторона имеет в себе другую сторону, она противоположность. И это имеет противоположность. Другая сторона тоже противоположность. Значит, единство противоположностей. Раз единство противоположностей, то, следовательно, они же, противоположности одинаковые, то они, эти две противоположности, соединяются в одно. Оно есть одно. И вот это одно, то, что они предстают теперь как одно, хотя мы их рассматривали как разные сначала, а на самом деле две противоположности. И это всё одна противоположность выступает как две. Вот раз она одна теперь, то это значит, что противоречия ушли в основание. В основание. Они и были. Вот мы брали корни эти, основания. Вот они в основании. Поэтому следующая категория, которая идёт за противоречиями, основания, это что, мы расстались с противоречиями или наоборот? Эти противоречия теперь будут вечно с нами. Они и раньше были с нами. Но здесь, когда уже мы специально противоречия рассматривали, тем более. Основание, значит, представляет собой тоже противоречие. А раз оно представляет собой противоречие, то основание предполагает, что есть предпосылки. Правильно? То есть оно же не просто повисит. Значит, если это основание, то у него есть какие-то предпосылки того, чтобы оно было. То есть оно же, оно же, это самое основание, как бы разделяется на предпосылку и на само основание. Но живое основание, оно в себе содержит свою предпосылку. Правильно? Вот каждый из вас согласен, что он же сам для себя предпосылка. Товарищ Лазарев, вы для себя предпосылка, или вы отбрасываете все в предыдущую деятельность полностью? Ну, предпосылка есть. А значит, вы же для себя и основание. Но не я же для вас основание. Это если бы я, вот вы сейчас на меня забрались, так сказать, это было бы основание. Это было бы я бы у вас основание. А так вы же сами на себя забираетесь. Вот вы сейчас вот, вы же читаете, ум-то у вас увеличивается, а предпосылка какая к этому? А предыдущее чтение. Вот вы сами, вы сами для себя основание. Не так, что это основание, оно, так сказать, никакие противоречия никуда не деваются. Они все остаются. Но это же самое. Успокаиваются они, потому что они сомкнулись в одно. Две стороны одного противоречия. То есть, другими словами, одно. Вот это одно, которое содержит в себе противоположность. И каждая сторона этой противоположности тоже противоположность. Это и есть что? Основание. А что значит основание? Так и хочется посмотреть, что будет на нем основываться. Правильно? Основание. Вот если у вас есть фундамент, и на нем ничего никто не построил, помните, когда у нас началась перестройка, куда не пойдешь, есть фундамент, все там скопали, поставили камни, и ничего нет. А вот в Сестровицке много таких было картин. Тогда это не фундамент. А фундамент, когда дом на этом стоит. Вот если вот это такой, такие блоки, на которых дом построили, это фундамент. А если такие блоки, на которых дом не построили, это выброшенный просто труд и деньги. А больше никакого тут фундамента нет. Поэтому у этого дома есть фундамент? Есть. Он фундамент, пока есть дом. А если нет фундамента? Он был фундаментом, допустим, снизили дом, а фундамент оставили. Так это фундамент или не фундамент? Нет. Почему не фундамент? А на нём ничего не стоит? Фундамент тогда, когда на нём что-то стоит. Поэтому вопрос о следующих категориях, вот основания. Основания не значит, что мы отнесли противоречия, всё, мы с ними закончили с противоречиями, вот теперь будем, займёмся основанием. Есть основания, есть основанные. Каждый же понимает, что он основывается на тех знаниях, которые он получил до этого времени. То есть, противоречит основанию основанному? Противоречит. Потому что если оно не противоречит, если я буду одно и то же повторять, как попугай, на каждом занятии, то это не будет движение вперёд. Правильно? А если вы будете для себя повторять только то, что в прошлый раз говорилось, тоже не будет движения вперёд. Значит, у вас есть основания, вот то, что у вас есть в голове, основания для того, чтобы у вас больше было знаний или больше было мыслей об этом, о том, что является основанием. Поэтому есть основания, есть основанные. И это вы никак не оповергнуете. А если есть основания основанные, значит, откуда свалилось это вот основание? Оно же, если оно основание, мы же понимаем, что оно противоречиво. А раз противоречиво, то у него есть и другая сторона. Что-то есть такое, что являлось предпосылкой этого. То есть это же самое основание имеет свою предпосылку. Ну, мы даже знаем, что имеется. Всё предыдущее, вот, всё, что до основания, это тоже предпосылка. Вот у вас родители есть? Есть. Вот они, предпосылка ваша. И они не обрадуются, если вы придёте и скажете, ну, здорово, предпосылки. Поэтому мы так, хоть мы это вывешиваем, но мы так не сильно акцентируем, чтобы не нападали люди. А то скажут, что вы тут такое творите, предпосылки. Но, например, в молодёжной среде такой сленг, как «предки мои». Есть? Есть. Михаил Васильевич, предпосылки вне основания. Она-то вне, но она и его предпосылка. А поэтому основания не вне предпосылки. Нет, не вне. Они на самом деле, вот, вместе тут и получаются. Тут всё время хочется вот разделить, разогнать. А разделить нельзя. Нельзя это разделить. Вы сами для себя являетесь предпосылкой или нет? Вот прежде чем здесь сидеть, не вы ли поднимались по этой лестнице? А зачем вы? Вы сюда перетащили своё тело. Зачем? Ваше тело не является вашей предпосылкой? Ну ладно, тело мы оставим в стороне. Но мозг, по крайней мере, ваш мозг, умища-то вы принесли сюда. Зачем? Он является предпосылкой вашего участия в работе кружка. Ну не будете вы выступать против? Не будете. Ну слава Богу. То есть мы привыкли всё делить, делить, делить. Оно всё неразрывно, неразрывно, неразрывно. И от того, что мы называем, называем мы разные категории. Но они вот... Это всё-таки не матрёшки. Хотя был такой случай у нас. Мы с товарищем Казёновым, который тоже преподает диалектику, мы однажды пошли на съезд Петровской академии науко-искусств. Это общественное объединение учёных. Мы являемся действительными членами этой самой академии. У нас документы есть. И там в прихожей, внизу на первом этаже, смотрю, продают матрёшку большую. И на этой матрёшке нарисован Ельцин. Мы поинтересовались. Дайте нам посмотреть. Открываешь. А там Горбачёв. Открываешь. А там Брежнев. Открываешь Брежнева. А там Хрущёв. Открываешь Хрущёва, там Сталин. Открываешь Сталина. И такой маленький-маленький Ленин. Так вот, ну они не диалектически соединены, то есть они как бы все равно целое это все, матрешка-то в целом, покупать надо только все вместе. Так что они даже этим соединены, одной ценой. Но между ними, так сказать, вот как бы можно их расставить отдельно. А рядоположность у Гегеля это называется, они не рядоположенные, действительно вот это вот такое движение было. И это движение, как говорится, в сторону чего? Ну толще стало это все. Толще. И что толку? Долще, толще. И как это? Про капитализм Маяковский писал, обдрюзка и обдряб. И лег у истории на пути. Его не объехать, не обойти, единственный выход взорвать. А тут у нас этот развитой социализм. Это же то же самое было, гниение социализма. Сгнивающий социализм. Развитой. Это значит не надо, ничего не будем развивать. Вот вы пришли на кружок. Так, вы что, не развитые пришли? Что вы скажете? Конечно, не развитые. Не развитые? Да. Собираемся, не до развитых здесь. А что мы собираем? Я что должен работать тут? С кем? А если поставишь по-другому вопросу? Мы все развитые. Так а что тогда пришли-то? Да. Вы что пришли сюда? Вы развитые? Да. А что пришли? Еще учиться. А? Еще учиться. Мне не хватает. Чего учиться? Да вы уже развитые. Вы развивающиеся, а вы уже развитые. То есть вам уже ничего не надо. Вы и не надо себя тут. Я вас спросил, вы развитые? И все, вы уже развитые. Все, конец. Вам только гнить можно. Я-то не развитые еще. Мне есть еще куда развиваться. Вам уже некуда, я пойму. Я развитые на сегодня. А? А завтра еще надо развиваться. Ну так, значит, вы признали, что вы еще не развитые. Тогда да? Недоразвитые. Да, недоразвитые. Ну да, недоразвитые. Значит, сейчас соберемся. Вот кружок, тут собирается недоразвитые. Да, недоразвитые. То есть диалектика – это юмористическое дело. И вроде истина, и она такая симпатичная. Тут всё как-то легко и понятно высваивается. Вот поэтому это противоречие, что это такое? Это как бы знак, что теперь, когда мы дошли до противоречия, мы можем говорить, что, например, бытие и ничто – это противоречие, тоже противоречие. До этого мы это слово не употребляли. Это единство и борьба противоположностей. А каждая противоположность содержит в себе что? Другую противоположность, раз это единство. Раз это две противоположности, и у вас противоположность одна. А раз одна – получилось основание. И вот и осело всё в основание. А если есть основание, не может быть, чтобы не было предпосылок, раз оно уже есть. Так же не бывает, чтобы основание откуда-то слетело. Есть предпосылки. Во-первых, всё тут парное. Значит, нет противоречия. Значит, надо взять тогда предпосылки этого. Вот предпосылки и основания. Здесь предпосылка есть. А когда вы взяли предпосылки, вам скажут, а условия? Ведь кроме предпосылок надо, чтобы условия ещё были. Вот сейчас вот уже вроде как и расти могут растения, но надо, чтобы было тепло. Если не будет тепла, и не вырастут. И вот поэтому получается, что вот тут уже троица этого у нас основания. К нему есть условия и предпосылки. Вот тогда у вас вот эта компания, с которой вы идёте дальше. И вот это такое основание, у которого есть предпосылки и условия, как называется? Существование. Существование. А существование, я вас поздравляю, товарищи, мы снова пришли к чему? Ну, к тому, что является аналогом бытия. Вот вы есть или вы существуете? Существую. У вас нету, что ли? Нет. А это включено. А? Бытие включено, существование. Вот всё включено. Он тут правильно отвечает. Ты не собьёшь его с пути. А вот так и надо говорить. Я есть и существую. А что значит вы существуете? То есть вам есть на что существовать. Я правильно понимаю? Он ещё не продал ещё рубашку, у него ещё брюки неплохие можно продать тут, постоять. То есть чтобы, потому что если человек есть, через минуту его можно и не быть. Правильно? А если он существует, то значит уже есть что-то, да, средства существования. А если есть средства существования, то вы выходите за рамки себя и получаете основание для своего существования. Правильно? Поэтому вот дальше то, что имеет под собой основание, называется существование. О! Чувствуете разницу? Вот пришли сюда и каждый вам скажет, я есть. А какая-то слабая. А уходит и говорит, я существую. Чувствуете разницу? Вот вы идут. Вам вы есть или вы существуете? Нет, вы. И то, и другое. Но вы чем сейчас хотите, похоже, удивить народ? Тем, что вы есть? Да тем, что вы есть, я и так вижу, что вы есть. А вы можете сказать, я существую. Ну и сколько у вас? Какие средства существования? Деньги есть? Давайте сюда. То есть сразу вопрос ставится в другой. Средства существования. Правильно? Вот. И тогда, и целый, и начинается целый раздел. То есть не так, что мы вот изучили вот эти противоречия, и на этом всё. С противоречием. Ничего, не всё. Это продолжается изучение этих противоречий, только они выступают уже как основание с предпосылками, да? И с условиями. У нас есть условия и предпосылки. То есть если вы вот есть, то сегодня вы есть, а завтра вот раз меня нет. Может такое быть? Может. То есть то, что мы, то есть что надо усвоить вот сегодня? Что мы пришли к противоречию не так, что вот мы противоречия прошли, как бывает в школе, прошли это, и посадили с другим. Мы другим не занялись. Мы и до этого занимались противоречия, но не назывались. То есть если я до этого говорил, эй, парень в чёрной этой рубашке. А теперь я уже говорю, вот, Лазарев, Вячеслав Михайлович. Это же то же самое вроде. Но это не то же самое. Одно дело такое брякнуть, а другое дело вот серьёзное. Вот как-то обратиться. Правильно? Где я вас, гражданин, видел? Это одно дело. А другое дело, я знаю, что это вот товарищ Туров, Александр Владимирович, сознательно изучающий науку логики, продвигающийся в этом отношении. Причём я хочу сказать, что нам не сказано в этом смысле повезло, в том, что с одной стороны это должны были бы знать все. Но чтобы это знать, надо этому посвятить время и, ну, хотелось сказать потратить, посвятить, а не потратить. Тратить это вроде как деньги, и тратить вы их не стало. А если вы посвятили этому что-то, то это всё у вас вошло. Правильно? Поэтому вот эти труды праведные, которые есть у нас у членов кружка, они сторятся и вернутся. Потому что диалектика позволяет очень многие проблемы решать в жизни. И вообще ставить вопрос диалектический, то есть на уровне современной науки. А находится, в каком состоянии мира находится? В буржуазии не занимаются этой диалектикой. И в России мало кто занимается, но... Но... Вот у нас на этот кружок, например, вот ходит у нас, ну, уж не так много. А вот сколько просмотров там? Много. Две тысячи просмотров. Две тысячи просмотров. А это, значит, люди поняли, изучают и дальше будут смотреть. Значит, что у нас в следующий раз? В следующий раз вот мы сразу, значит, мы пересекли такой рубеж, теперь у нас аналог бытия будет. Как это называется аналог бытия? Существование. Да. Это бытие с предпосылкой и условиями – это существование. И получалось, что мы всё отрицание, отрицание, вот и существование. Это как бы опять новая материя. Только та материя была не конкретная, абстрактная. А теперь материя с предпосылками, с основанием. Вот если вы существуете, значит, у вас есть или есть зарплата, наверное, есть хлеб, если вы существуете. А если вы не имеете, так сказать, безработные, и у вас нет зарплаты, то существование – ваше временное явление, а бытие – невременное. А вот бытие будет сначала бытие голодающее, потом бытие умирающего, потом бытие почившего. Потому что бытие – жестокая штука. А существование – это если вот бомжи находят зимой в мороз такие местечки, где есть труба отопительная проходит, и они там греются и спят. Они выживают, а те, кто не находит, они помирают. Поэтому бытие – это очень мало. Сегодня есть, завтра нет. А существование может и завтра, может и целый месяц можно прожить. Безработные же везде живут, во всём мире. Но, правда, они долго живут, но живут. А дальше вы заглядывали, что за категория существования? Заглядывали дальше, какая будет? Нет? Ну, за существованием какая категория идёт? Не заглядывали? Это чего вы такой нелюбознательный? Взяли бы посмотрели, подсмотрели, никто не запрещает. Кто скажет, что за существованием-то будет? Явление народу. Во! Во-первых, явление. А за явлением что? То есть, явление. Вот тут явление вас не удивишь. Вот вы явились на кружок, а другие тоже изучают, но на кружок не явились. То есть, действительность будет. Действительность будет. Вот. И вот если в явлении есть закон, там тоже два второе дно, есть спокойное в явлении, это закон. И есть беспокойное царство вот этих явлений. А у явлений есть закон. А действительно, это когда вот эта сущность, которая выступала как спокойное в явлении, она вышла на поверхность. Вот, посмотрите на Мальцева. Видно было, что умный человек. Он взял, чтобы видно было, что он умный. Он взял и состриг все волосы. А я вот даже ничего не делаю, но у меня потихоньку я приближаюсь. А вот посмотрите у нас староста кружка. Он уже вот, тут и никто не будет спорить. Видно, человек умный. А ведь мы сидели с ним, можно сказать, чуть ли не на соседних партах, на Матмехе. Пять курсов. А он потом математику дальше развивал и занимался. Это я потом уже другим стал заниматься. А он ведь отвечает за то, чтобы это все попало в народ. А там еще за кадром наш уважаемый Тюленев, который это все размещает. И очень так хорошо за несколько дней перед началом нового кружка есть уже. Я должен еще вас поинформировать, что вот тут два события со мной связанных было. Я, так сказать, в издательстве «Юпитер» подготовил вместе с издательством. Издательство активно в этом участвовало. Две книги. Она называется «Ленин избранная» с комментариями профессора Попова. А вторая называется «Сталин избранная» с комментариями профессора Попова. Вторая еще более актуальна. Причем комментария не там, не то, что на одну страничку, а там две работы Сталина всего в книге. И подробное объяснение мое. Того, почему это сейчас актуально, нужно и как это понимать. И это издается сейчас при этом самом капитализме. Но не отстраненно издается. Я скажу, мы издали, и раз спрос есть, покупайте деньги в карман. Нет, тут вот с объяснением и с соответствующей пропагандой. И сейчас можно зайти в этот «Возон» и заказать «Ленин избранная» и можно сказать «Сталин избранная». И не так, как вот они там издают. И Ленина, и Сталина для денег издают. Потому что раз они их берут, значит деньги есть. А, так сказать, это уже издание вот такое, которое связано не с отстраненностью, а с тем, что это актуально на сегодняшний день, для сегодняшней нашей жизни. И это в нашем вот буржуазном строе. Почему? Потому что мы на этот буржуазный строй смотрим, во-первых, какими глазами. Что у нас предпосылкой было этого самого капитализма? Социализм. Мы первая, единственная страна. Ну, там социалистических стран-то много. А вот таких стран капиталистических, которые раньше были социалистическими, только одна. Да почему? А? А кто еще? А что? А кто еще? Куба. Она и сейчас еще социалистическая. Они только в переходный период обратный зашли, но они еще социалистические. Какие еще у вас? Вы сами сказали, что социалистическая страна, только корейская народная страна. Нет, это я не говорил, это вы неправильно формулируете. В Корейской народно-демократической республике построен социализм, а социалистической страной является страна, в которой установлена диктатура пролетариата. И все. Например, Вьетнам. Вьетнам социалистическая. И Китай тогда социалистический. Но социализма там нету. Там есть уклад социалистический в Китае. Уклад. И есть буржуазный уклад. И есть мелкобуржуазный уклад. Это все вы... Они в период НЭПа проходят. Они в период НЭПа проходят, да. Еще лет придется идти. Да сколько угодно. О, Витя. А в Болгарии разве не был построен социализм? Нет. В Болгарии? Да. Ну, вообще-то, не знаю. Они хоть и говорили, но я сомневаюсь, что там был построен социализм. Ну, нет. В Китае родители оставались там всякие. Да. Ну, считалось, что в Болгарии, в Чехословакии построено. А в Польше и не собирались. Потому что в Польше земельная реформа не проводилась. Никаких там ни колхозов, ни совхозов не было. То есть там они в переходном периоде так и сидели, эта Польша. А в Болгарии-то было? Было. Да, в Болгарии было. Хотите, хотите, возвращайтесь в социализм. У вас всё есть. Потому что в основании есть? В основании современного капитализма есть социализм? Есть. Да или нет? Есть. Есть. Ну, так а в чём дело? Ну, так если вы не будете на этом основании ничего строить, то ничего и не получится. А если будете строить, то и получится. Вам кто-нибудь мешает? Вот мне, например, никто не мешает высказываться в плане коммунистического, коммунистического социализма, ни разу не встретил никакого сопротивления. Я хочу сказать, что мы одновременно выпускали две газеты, Докер выпускали и Народную правду. Народная правда, вот, так сказать, мы её широко выпускали, а Докер 9000 и всё. И хватало полностью на весь порт. И для администрации, и на работников. И сейчас КПРФ не раздаёт, а мы раздаём. Вот это большое дело. Короче говоря, мы должны гордиться, что мы живём в той капиталистической стороне, в которой раньше был социализм, а в основании. А значит, тут есть прочные, так сказать, основания для того, чтобы вернуть этот социализм. И непрочные, потому что социализм – непрочное основание для капитализма. Непрочные, соскальзывая там. Ну, какие-то идеи-то тут, как умные, какие вы увидели умные идеи за время существования капитализма? Какая идея? Деньги давай. Пенсионный возраст повысили. Вот пенсионный возраст повысили. Вот додумались. Монетизация в год. Приватизация. Ну вот. А вот вы говорите приватизация. А вот скажите, пожалуйста, товарищ Максов, хоть одного человека принудили приватизировать свою квартиру? Нет. Хоть одного человека, вот у нас в стране, в России, принудили приватизировать? Вот у вас приватизирована квартира? Нет. А? Нет. Нет, и у меня нет. Ты все. И никто нам ничего. Приходит, говорит, ну у вас приватизирована. Я говорю, нет, у нас не приватизированы. Ну тогда вам бесплатно. Договор у нас считается с администрацией районной. Потому что, говорят, собирают этих... Собственников. Собственников. Вы собственники? Нет. Мы не собственники. А что вы делаете? А нам собственность не нужна. Нам вот это нужно, это нужно. Вода нужна. Дом, жилье. Все. Мы прописаны. Там вот, скажем, прописан мой сын и моя внучка и так далее. И в чем проблема? Ну и все. И денег не надо платить. А кто-нибудь заставлял хоть одного человека, чем-нибудь? Били или вот вызывали. Сами бежали. Бежали. Деньги платили за приватизацию. Чтобы платили еще больше денег. Да. Чтобы потом платили больше денег. Может быть, вот, наверное, что-то хорошее. Если бы искать хорошее в капитализме, что если раньше мы должны были бы изучать марксизм, ленинизм и идеалектику для того, чтобы вырвать, так сказать, подняться еще выше, там, быстрее. И прийти к полному коммунизму, то сейчас мы должны это изучать для того, чтобы выйти из этого мрака, в котором мы находимся. Значит, сегодня мы остановились на основании с условиями и предпосылками. И тогда у нас получается как бы вторичное бытие существования. Это же не такое бытие, которое без средств. А у вас, говорит, вы есть, есть. А сколько вы просуществовали? А существовать будете? Я это не знаю, потому что у нас и докончилось. Поэтому это вопрос другой. Вот существование будет следующая тема, которую мы будем разбирать. Следующее занятие у нас 14 мая. 14 мая. Спасибо, товарищи, всем за участие. Успехов вам в изучении идеалектики. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok